Радио Сибирь В Черногорском парке было больше трех сотен человек, а собрались не ради дня республики. Скоро все узнаете. Еще снова погуляем по заводу железобетонных конструкций и расскажем, что с Красноярским морем. И это не все. Меня зовут Артем Михалков. Здравствуйте. Вынесен приговор Абаканцу, который сжег пятерых человек. Узнаете, сколько лет он проведет за решеткой. Вот эта кирпичная будка – это пост наблюдения за загрязнением. Анна Янгулова выяснила, чем мы дышим. Расскажет, за счет чего Хакасия вышла в лидеры по грязному воздуху. В принципе, в три месяца можно собрать. Девятиэтажный дом. В строительном проекте покажем, как делают плиты для новостроек Хакасии. Для перевозки каменных плит обычно используются обычные европоддоны. Расскажем, как и зачем перевозят тяжелые, но очень хрупкие археологические ценности Хакасии. В Хакасию возвращаются протесты. В Абакане прошел митинг против угольных разрезов, собравший несколько сотен человек. Инициировать на одной из сессий Верховного Совета Республики Хакасия слушание по вопросу эффективности работы Министерства природ, ресурсов и экологии Республики Хакасия. После губернаторских выборов это первая масштабная акция протеста. И былые лидеры по митингам, коммунисты здесь ни при чем. Их лозунги, выводившие людей на улицы до выборов, подхватили новые лица. И, как выяснилось, главные претензии звучали в адрес тех сил, на которые народ возлагал большие надежды осенью прошлого года. Людей не выслушали и не объяснили, что происходит и почему. Об эффекте дежавю и требованиях протестующих смотрите через несколько минут. В Абакане утром легковушка залетела под КамАЗ. Машина сильно помята, но водитель остался жив. Скорая помощь увезла его в больницу. Полиция сообщает, что за рулем иномарки сидел пожилой мужчина. На ходу ему стало плохо. Машину повело влево на встречную полосу. Она ударилась о бордюр, затем отскочила. В это время там двигался грузовик. Он подмял под себя автомобиль. Кроме водителя Рено, больше никто не пострадал. Убийца пяти человек получил пожизненный срок. Верховный суд признал абаканца Эдуарда Итигенева виновным в умышленном поджоге времянки. В это время там были пять человек. Отбывать наказание Этигенев будет в колонии особого режима. Родственникам погибших осужденный заплатит по одному миллиону рублей компенсации морального вреда. Напомним, в августе прошлого года мужчина поджег времянку. Внутри были его приятели, две женщины и трое мужчин. Гости якобы ни в какую не хотели уходить. А перед этим мужчина поссорился с матерью. Ей надоели пьяные посиделки сына. Экспертиза показала, что осужденный был вменяем. Обвинение доказало. Итигенев намеренно облил бензином единственную дверь во времянке, чтобы оттуда никто не выбрался. Приговор вступит в силу через 10 дней, если не будет обжалован. Горячая вода в центре Черногорска до вечера так и не появилась. Полтора часа назад краны были сухие. Напомним, вода пропала еще в июне. Сначала были гидравлические испытания, потом коммунальщики устраняли порывы. Сейчас, по мнению мэра города, никаких препятствий нет. Василий Белоногов в фейсбуке опубликовал, что котельная номер два заработала. И району трест повезло. Что касается домов, запитанных от Хактека, то тут пока порадовать нечем. Далее о том, что вы еще увидите в выпуске. Расскажем, почему обмелело Красноярское море. Камень преимущественно достаточно хрупкий. Это дивонский песчаник. Увидите, как перевозят хакасское достояние. Менгиры. От старого музея к новому. Дарим счастье! Украшение с бриллиантом в подарок при покупке от 2000 рублей. Нужны деньги? Плохая кредитная история? Некогда собирать справки? КПК Сберкнижка предлагает деньги под залог недвижимости от 2% в месяц. Независимо от наличия действующих кредитов и просрочек. Телефон 306-906. Возьмите под контроль климат в доме. Кондиционеры Royal Klima с японскими технологиями. Высокое качество за разумные деньги. Некрасово 45. Возьму кредит и в отпуск. Одобряешь? Да. Знал, что поддержишь. Кредит до миллиона рублей под 9,9%. Восточный банк. Одобряем ваши желания. Были проблемы с оформлением частного дома. Я обратилась в Единый центр защиты. Дали представителя в суде. Суд мы выиграли. Всем довольна. Юридическая служба Единый центр защиты. Телефон в Абакане. 31-32-42. В Черногорске. 313-123. Климат-сервис. 15 лет комфорта. Будущие мамы. Теперь у вас есть уникальная возможность подготовиться к родам. Первая лекция бесплатно. Школа для беременных рождения. Крылова, 68. Скат. Аналоговое и цифровое телевидение без изменений. Звоните и подключайтесь. 297-397. Ретро-ФМ. 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 Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Ретро-ФМ. Кажется, после выборов коммунисты уступили пальму первенства по акциям протеста. Это и понятно, не резон теперь красным митинговать против власти, которой рулит сам коммунист. На арену выходят новые игроки, но тема-то старая, угольные разрезы, против которых еще недавно выступал сам Валентин Коновалов. Мы были на акции протеста и выяснили, на кого на самом деле обижены организаторы. С каждым годом ухудшается экология, ухудшается воздух. И пить скоро мы с реки Абакан не будем. Первый большой митинг при новой власти собрал в Черногорском парке по разным подсчетам от 300 до 500 человек. Людей волнует экология в связи с ростом угледобычи. Со сцены звучат страшилки о черном будущем Хакасии. Наша республика постепенно-постепенно превращается, мы будем говорить, в будущий могильник, который вот именно погибнет под угольной пылью. Люди пришли не для того, чтобы докричаться до владельцев разрезов, а для того, чтобы на их тревоги обратила внимание власть. Местная власть полностью на стороне разрезов. Они готовы все отдать этим разрезам, вытесняют местное население с их насиженных мест. Ну, хотя бы власть пусть начинает уже шевелиться, сколько можно нам, сколько времени уже, да, идет. Не, ну, чтобы они прислушивались к мнению народа, потому что они же знают о недовольстве, но при этом все равно как-то продвигают и способствуют разрезам именно они жители. Власти, Коновалов, Валентин, слушай народ! Вы за чистую Хакасию? Да! Вы за чистую Хакасию? Да! У Валентина Коновалова должно быть случилось дежавю. Года не прошло, как он сам на этой же сцене призывал людей сплотиться против равнодушия властей к народу. Товарищи, только от нас с вами зависит. Остановим мы этот геноцид? Укажем мы этой антинародной власти на свое место? Или будет продолжаться эта позорная ситуация уничтожения нашего населения? Но сегодня вчерашнего борца за лучшую жизнь в Хакасии с митингующими нет. Они бы и сами не вышли. Выполнив Валентин Коновалов обещание встретиться с активистами. О чем они просят его уже не первый месяц? Отвечу так, что в июне, я думаю, что мы встретимся. Но выполнение обещания активисты не дождались и выполнили свое. Я лично участвовал в выборах и агитировал за Коновалова. Поэтому мне очень обидно видеть, как он просто из человека, нормального человека, становится чиновником, недоступным чиновником. На этой волненной митинге еще один активист Михаил Афанасьев объявил о создании нового общественного движения за справедливость. И это движение именно на то, для того и создано, чтобы вытащить власть к диалогу, чтобы она нам отвечала на наши вопросы. А пока свои вопросы и требования участники митинга оформили в резолюцию, которую собрались отправить в Госдуму, Генпрокуратуру и президенту. Экология Хакасии беспокоит не только жителей республики. Исследования федерального уровня подтверждают опасения общественников. Но в чем же на самом деле источник грязного воздуха Хакасии? Мы разобрались и составили реальную экологическую картину. Хакасия на втором месте по уровню загрязненности воздуха. Эти данные Минприроды России абаканцев удивили, хотя для многих проблемы в экологии очевидны. За городом отличный, в городе ужасный. Причина в этом частный сектор. Других причин я не вижу. Вот по сравнению с нашим Челябинском просто супер. Вообще небо и земля. Хотелось бы получше, честно. А что мне нравится? Ну, сами понимаете, пыль, еще угарный газ от машин. Воздух Хакасии зимой ужасный. Почему? Потому что, я считаю, печное отопление, я вот живу возле стадиона, и вот у нас там частный сектор, ну вообще дышать нечем. Дышится отлично. Чистое небо, прекрасные облака, прекрасное солнце. Но беспокоиться все же есть о чем. По сравнению с прошлым годом уровень загрязнения воздуха в столице Хакасии перешел с высокого на очень высокий. И главный загрязнитель, по данным мониторинга, бензопирен. Выделяется он в процессе горения, как правило, это ТЭЦ, печное отопление и автомобильный транспорт. Концентрация бензопирена уверенно увеличивается с 2015 года. Доля проб, в которых он превышает допустимую концентрацию с 54%, доросла до 91% в прошлом году. По сравнению с ним, доля других веществ, загрязняющих воздух, просто ничтожна. Вот здесь, на улице Пушкина, и отбирают пробы воздуха. Вот это кирпичная будка, это пост наблюдения за загрязнением. Пробы берут здесь 6 дней в неделю, кроме воскресенья, утром, днем и вечером. Затем они попадают в Абаканскую лабораторию, а после этого отправляются в Красноярск. Там происходит оценка уровня загрязнения за месяц, квартал и год. Бензопирен достаточно высокий уровень концентрации наблюдается в зимний период. Он при низких температурах имеет такую способность накопления. А в летний период он достаточно низкий. При этом бензопирен относится у нас к первому классу опасности загрязняющих веществ. Высокий уровень бензопирена в отопительный сезон. Соответственно, это когда у нас топятся котельные, частный сектор и так далее. Это подтверждают и данные отчета Минприроды Хакасии. В зимние месяцы показатели по бензопирену просто зашкаливают по сравнению с летом, когда ТЭЦ и частный сектор не жгут уголь. Осложняет ситуацию и географическое положение Хакасии. В безветренную погоду в Минусинской котловине зависает все, что выброшено в воздух. Вклад угольных разрезов в качество воздуха специалисты оценивают как ничтожный. Более того, дышать на разрезах гораздо безопаснее, чем в наших городах. Но между тем, именно законодательно введено такое понятие, как исследование на границе санитарно-защитной зоны. Я буду говорить точные статистические данные, которые общедоступны. 2018 год ни одной пробы атмосферного воздуха не было выявлено ни по одному показателю с превышением предельно допустимых концентраций. Выходит, даже безо всех вместе взятых угольных разрезов дышать легче мы не станем. И будем задыхаться еще сильнее, ведь частный сектор под городами разрастается, а значит дыма зимой будет больше. Частичное решение проблемы в Минприроды есть. Достигнута договоренность в перспективе переключить конкретно город Черногорск на Абаканскую ТЭЦ, что приведет к снижению валовых выбросов на 1000 тонн в год. И второй способ договариваться с энергетиками об уменьшении тарифа на электричество для частного сектора. Домовладельцы будут топить дома дешевые энергии, а поставщик не потеряет в прибыли за счет объемов. Выгодно всем, но пока власть и умение договариваться с энергетиками не продемонстрировали. Анна Янгулова, Наталья Курцева, Василий Самоделкин, Нотабена. Людей беспокоит не только воздух, но и вода. Красноярское море обмелело, волнуются жители Хакасии. Уровень воды этим летом действительно сильно упал, а все из-за Саяно-Шушенской ГЭС. Но ничего удивительного. А тем более страшного в этом нет, заверила пресс-служба станции. В этом году было мало снега, поэтому приток в июне оказался меньше нормы. Станция наполняла водохранилище. Ниже ГЭС уровень и упал. Такое бывает. А вот прогнозы давать сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС не берутся. Синоптики говорят, что объем притока в июле снова будет меньше нормы. Но сильные дожди последних дней воду подняли ощутимо. Будет ли в ближайшее время станция ее сбрасывать, пока не ясно. Сколько времени нужно, чтобы попарить бетонную плиту? Не удивляйтесь, есть такая процедура у многотонных конструкций. Впрочем, все подробности в новой серии нашего строительного проекта. А еще узнаете, чем занимаются женщины там, где нужна только грубая мужская сила. Смотрим. Как делают стеновые панели для многоэтажек, мы узнали в предыдущей серии. Это уже процесс создания пустотных плит. Принцип такой же, как и у панели. Металлический скелет и бетонная оболочка. Только внутри специальная установка, похожая на трубы, оставляет пустоты. После того, как машина разлила раствор, за дело берется пресс и включается машина, которая с помощью вибраций уплотняет раствор. Когда плита готова, ее отправляют на банные процедуры, то есть на пропарку. Выстойка 2 часа. 2 часа набор температуры до 80 градусов. 6 часов пропарочный цикл. И потом снижение температуры. После этого остывание изделий. И оно получается как минимум 70% прочности. А за счет чего температура набирается? Пар. Острый пар. А откуда он берется? С нашей котельной. Вон по трубам. То есть происходит по кругу трубы с отверстиями. Куда происходит подача пара в камеру. Камера закрывается крышками герметично. Да, вот крышки. И там набирается температура. Причем в такую камеру, она самая большая, входит 15 пустотных плит. То, что плита с пустотой, нисколько не влияет на качество. По нормативной документации, если, например, по ГОСТу нам на, например, 60-15 положено, ну пускай 2 тонны, да, то она у нас выдерживает 3 тонны. И она не разрушается. Мы до разрушения еще ни разу свою поступку не довели. Вообще же завод испытанием подвергает каждую деталь. Так, например, бетонные панели для наружного использования, те самые, у которых 22 сантиметра пенопласта, по теплопроводности выдерживают минус 50 градусов. Заводчане говорят, можно и ниже. Специалисты завода не только сами производят панели и плиты, но еще и украшают. Есть на заводе специальная форма на передвижных палетах. Ее завод сам изготовил. Сначала в нее укладывается керамическая плитка, а затем весь процесс производства панели – бетон, каркас, утеплитель. А все остальное мы можем на любой палете, если гладкая поверхность, то можем делать на любой палете. Борта у нас с магнитами, поэтому мы выгораживаем все, что угодно. Это могут быть, например, нестандартные плиты для балконов. Завод производит много наименований различного профиля. И все эти богатства перетаскивают женщины. Ну, не на себе, конечно же. Ну, это так сложилось, что, как правило, машинисты мостового крана – это, как правило, женщины. Это у вас или вообще? Да, и вообще основная. Ну, как есть женские профессии, есть мужские. Понятное дело, что мужиков тоже достаточно много, машинистов. Но, в основном, львиная доля – это женщины. Это сейчас на заводе каждый занят своим делом. Механизм отлажен. Но еще 8 лет назад сложно было представить о таком бурном производстве. До 2011 года завод погибал. Из трех существующих и действующих пролетов завода на тот момент работала только половина одного. Остальные были в упадке. Не было нормального электричества и отопления. Все это пришлось заново восстанавливать, увеличивать электрические мощности, потому что тех нам буквально не хватало. Заново проводить все сети, в том числе и железную дорогу мы подвели, ветку, для того, чтобы удешевить себестоимость продукции. То есть быть участником оптовых рынков поставки материалов той же арматуры, цемента. Если раньше на производство определенного количества изделий у завода уходил месяц, то сейчас тот же объем за несколько суток. 16 недель и в принципе долг часов. Да, да. Вообще готов. То есть в принципе в три месяца можно собрать. Девятиэтажный дом, да. То есть за три месяца все составляющие многоэтажки будут готовы. А вот поставить ее нужно больше времени, так как зависит это от технологии строительства. Впрочем, занимает это все не больше полутора лет. Качество жилья от этого не страдает. В центре столицы Хакасии Абаканская строительная компания возводит новый жилой комплекс из семи десятиэтажных и трех шестнадцатиэтажных домов с детским садом и офисами. В продаже остались последние квартиры в новой панельной десятиэтажке на вокзальной 14, площадью от 29 до 40 квадратов. Стоимость одного квадратного метра 46 тысяч рублей. Подробности можно узнать в офисе компании по адресу Кошурникова 12А или по телефону отдела продаж. А сейчас мы вернулись в Абакан, на площадку, где специалисты готовили территорию по технику. В принципе, все уже готово и вот-вот здесь начнется строительство многоэтажки. Сюда мы еще заглянем. А пока отправимся дальше по городу и в следующей серии расскажем, чем еще гордятся строители. Причем таких объектов немало. Четверг, 19.00, Ноте Бене. В Черногорске водителя придавил мусоровоз. Грузовик покатился назад, шофер был на улице и попытался поймать его руками. В результате мужчину зажало между мусоровозом и припаркованной легковушкой. У водителя открытый перелом черепа, три сломанных ребра и прочие травмы. Далее еще пять коротких новостей. Следователи предъявили обвинение главе Ширинского района за бросок на пол корреспондента телеканала «Вести 24». Статья «Воспрепятствование журналистской деятельности» Сергею Зайцеву грозит до шести лет тюрьмы. Три коллектива из Хакасии участвуют в фестивале художественной самодеятельности Сибири. Ансамбль песни и танца «Жарки», детская студия «Часханат», фольклорный ансамбль «Чонг Кёглеры». Можно голосовать за наших во Вконтакте на странице Российского дома народного творчества. Хакасский госуниверситет в этом году выпустит 2000 специалистов. Это на уровне прошлого года. Сегодня документ получают журналисты, лингвисты, врачи и воспитатели. Русал отправил гуманитарную помощь в Тулун. Это самый пострадавший от наводнения город в Иркутской области. Братский алюминиевый завод за сутки собрал несколько тонн самого необходимого. Продукты, вода, детское питание, средства гигиены. Студия Warner Brothers снимает сериал по Гарри Поттеру. Известно, что это приквел к серии фильмов, и персонажи будут новые. Действие будет происходить в Хогвартсе и в разных европейских странах. Последняя древняя плита встала на свое место у культурно-музейного центра Хакасии. Аллея Менгиров переехала окончательно. Музейщики рассказали, как перевозить такие хрупкие камни весом в тысячу килограммов. Хорошо закрепить, чтобы хрупкий камень не выскользнул и не раскололся при подъеме, пожалуй, самая сложная задача установки Менгира. Поэтому придерживают его несколько человек. Стропы обязательно должны быть широкими, чтобы края камня под собственным весом об них не стачивались, а весят самые тяжелые Менгиры больше тонны. Но обращаться с ними нужно бережно, как с фарфоровой чашкой. Камень преимущественно достаточно хрупкий. Это дивонский песчаник. Поэтому для перевозки каменных плит обычно используются обычные европоддоны. В уникальных случаях мы иногда перед транспортировкой заворачиваем их в толстый слой целлофана. После того, как камни установили в яму, их выравнивают, а грунт уплотняют. Сейчас на новой аллее и с правой стороны от центрального входа в музей красуются 30 плит в хронологическом порядке от 20 века до нашей эры. В Хакасии дети стали участниками шаманских обрядов. В Саиногорском корпоративном лагере «Русала» с традиционной культурой хакасов ребят познакомили артисты Республиканской филармонии и Минусинского драмтеатра. Подробности у Анастасии Торбаевой. Вот эта вот музыка, я не знаю, она прям вот так вот это, это, ну вот я не знаю, как для других, но для меня это вот кайф для ушей и для тела, ты просто сидишь и тебе это нравится, еще запах этот, и все идеально. Такие эмоции у девчонок после выступления филармонии. Хакасскую музыку обряды шаманов пусть и в театральной постановке они слышат и видят впервые. На сцене лагеря детям показали пять основных обрядов, которые проводятся перед большими традиционными праздниками. Что это очень познавательно, и это очень приятно, что в этом лагере проводится это, что это очень полезно для ребят, для их новообразования. Эмоционально всего они реагируют, конечно же, на шамана, на духов, когда идет к амлане, им это очень интересно, они прямо-то все так смотрят с большим интересом. Ну и также, когда дети сами принимают участие в проведении обряда, такого, можно сказать, мини-обряда. Вязать ленты на березу по команде отправились все дружно. Многие сегодня поняли, почему на дереве после первого сезона в лагере остались непонятные украшения. То, оказывается, ленточки на деревьях Хакасии вешают для того, чтобы загадывать желание и для того, чтобы все было хорошо. Организаторы лагеря говорят, что одна из главных задач корпоративной программы «Экспедиция на планету Русал» научить детей общаться без гаджетов. Поэтому и формат культурного досуга выбирают соответствующий. В тот же день ребятам показался спектакль «Минусинский драм-театр». Вот сейчас большинство ребят, ну, не секрет, что не то, что не знают историю места, в котором они живут, они не понимают в какой красоте, они не понимают культурную ценность. И когда ребята соприкасаются с самыми хорошими направлениями в той маленькой, малой родине, в которой они живут, это дает им возможность гордиться, а значит любить. В корпоративном лагере дети металлургов узнают больше и о работе родителей, находят свои увлечения, проявляют творческие способности и исследовательские наклонности. Этот опыт поможет им определиться с выбором будущей профессии, возможно, в компании «Русал». Анастасия Торбаева, Виталий Ломаковский, Нота Бене. Каждый год инфляция съедает сбережения, если хранить деньги дома. Зарабатывать на процентах от вкладов можно, но тут важно, чтобы ставка была выше инфляции. Такую чаще всего дают финансовые кооперативы. Главное – выбрать надежную организацию. Хороший процент, а условия гибче, в отличие от тех же банков. Потребительские кооперативы сегодня дают шанс приумножить свои сбережения. Особенно те, которые работают на рынке финансовых услуг уже несколько лет и зарекомендовали себя надежной организацией. Такие кооперативы сегодня предлагают пайщикам вклады по повышенной ставке – больше 13% годовых. Кстати, сотрудники заверяют, что деньги пайщиков находятся под надежной защитой. Сбережения страхуются в обязательном порядке. Причем, чем больше вкладывать, тем больше бонусов можно получить. Всем заключивший договор о приеме личных сбережений на сумму от 100 тысяч рублей и более в период с 1 июня по 31 августа 2019 года, мы сообщаем, что этот пайщик участвует в акции, которая состоится 1 ноября 2019 года и получает подарочный сертификат. Финанс-инвест Абакан. Дружба народов 10. Зрители шоу на Первомайской площади Абакана накануне не могли поделиться фотографиями в соцсетях. Люди даже поговаривали – стоят глушилки. Все проще – сбой в Фейсбуке, Ватсап и Инстаграме произошел по всему миру. О причинах социальные сети не сообщают, но говорят, что больше не повторится. О погоде на завтра я расскажу после информации от генерального спонсора прогноза. Это единая рекламная служба Юг-Сибири. Когда речь заходит о радио, 30% абаканцев выбирают местное, садное. Потому что на радио Сибирь нет московских пробок, а утреннее шоу начинается не в обед, а вместе с вашим утром. А эфир, который мы создаем сами, дает вам больше возможностей. Мы предлагаем вам десятки рекламных инструментов, которые действительно работают. Попробуйте уже сейчас. В Минусинске начался конкурс на лучший двор, балкон и клумбу. Заявки принимает Управление коммунального хозяйства. В Абакане такой конкурс «Цветочная мозаика» тоже проводится каждый год, но пока мэрия о приеме заявок не сообщала. Завтра заняться садоводством самое время. Погода хорошая. В Абакане плюс 25 и облачно. Ночью 18 тепла. Ветер слабый, переменный. В Саиногорске возможен дождь, но тоже тепло до 24 днем и 18 градусов ночью. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Возьму кредит и в отпуск. Одобряешь? Да. Знал, что поддержишь. Кредит до миллиона рублей под 9,9%. Восточный банк. Одобряем ваши желания. Нотабены в прямом эфире. Смотрите в «Одноклассниках» и во «Вконтакте» в 7 вечера. Запись доступна в любое время. О своей новости сообщайте в Вайбер, Ватсап или Телеграм по номеру 8 923 020 77 00. На этом у меня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok